Заболеваемость коронавирусом в регионе за неделю снизилась. Об этом стало известно на еженедельном аппаратном совещании, которое провел глава Сергей Миняйло. Также обсудили подготовку к отопительному сезону и реконструкцию стадиона «Спартак». Подробно обо всем расскажет наш корреспондент Зараса Калоева. Военно-грузинская дорога работает в обычном режиме. 775 большегрузов ожидают проезда через границу. Следующая тема аппаратного совещания – эпид-обстановка. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 6,5%. Еще на 30% стало меньше обращений в медучреждения. Сергей Миняйло поручил и дальше отслеживать и анализировать обстановку с ковидами и сезонными вирусами. «Чтобы мы могли принять своевременное решение в случае ее изменения. И мы понимаем, что сезонная заболеваемость может увеличиться. Поэтому анализируйте эту сезонную заболеваемость, в том числе и вне больничной пневмонии, УРЗ и, конечно, ковид». Далее на повестке – отопительный сезон. По словам министра ЖКХ, топлива и энергетики Майрана Томаева, подготовка идет в штатном режиме. В понедельник начнут заполнять системы для тестирования. «Также проведено совещание со всеми территориальными сетевыми организациями – это поставщики электроэнергетики и газоснабжения. То же самое там все нормально». Говорили и о спорте. По инициативе Сергея Миняйла в школах проведут масштабные соревнования по баскетболу и волейболу. Глава добавил – всех ребят обеспечат формой. А еще в республике могут построить школу самбо. «В соответствии с указом президента и по основному правительству, самбо сегодня входит в школьную программу. Нам самое главное – это дать возможность детям или родителям, чтобы их дети бесплатно занимались в секциях». Сергей Миняйла поручил вице-премьеру Русланбеку Икаеву в еженедельном режиме контролировать реконструкцию стадиона «Спартак» и на месте проводить выездные заседания. Также руководитель региона поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за безопасность на выборах и незамедлительную реакцию на все обращения. Зара Соколоева, Азамат Кудзагов, Новости Осетии.